Всем привет, друзья! С вами Болтарец и сегодня у нас Halo 4. Игра, не требующая представления, все прекрасно вы о ней наверняка знаете. Четвертая часть появилась буквально на днях в Стиме. Расскажите мне о детях. Поэтому я подумал, а почему бы нет? Я играл в Хейла Ричи, Доктор Хелси. Вы мне что-нибудь скажете. Женщина с седыми волосами, вы и так уже все знаете. И что-то как-то не особо эта Рича мне зашла, какие-то нелепые монстры, но я думаю, монстры особо и не изменятся и в четвертой части. Но, по крайней мере, здесь есть русский язык, поэтому, может быть, меня зацепит сюжет и я пройду четвертую часть от и до. Вот таким вот образом появились универсальные солдаты, и благодаря нашему успеху мы были готовы к атаке. Доктор Хелси, вы пытаетесь выставить себя в лучшем свете. Хотя это не так. Спартанцы созданы для подавления восстания людей, а не для борьбы с ковенантами. Вот так вот, да? То есть это ОМОНовцы, получается, спартанцы. Когда только мои спартанцы могли спасти человечество от гибели, никто и не задумывался, для чего они были созданы. Значит, вы считаете, что эти выборы были оправданы? Моя работа спасла человеческую рацию. Помогло ли этому отсутствие у спартанцев основных человеческих качеств? Что вам нужно? Остальные были из военно-морской разведки, но вы... Вам нужно что-то другое. Согласно записям, спартанцы были часто склонны к социопатии и испытывали трудности. Согласно записям, они отлично вели себя в опасных ситуациях. Я научила их этому. А считаете ли вы, что мастеру Чифу удалось это побороть, потому что в глубине души он был сломан? Какое отношение это имеет, Джон? Вы хотите заменить его? Мастер Чиф мертв. В его файле указано пропал без вести. Кэтрин? Спартанцы не могут умереть? Ваша ошибка в том, что вы считаете спартанцев военными машинами. Мои спартанцы это будущее человечества, судьба нашего вида в их руках. Не стоит их недооценивать. Но что важнее, не стоит недооценивать его. Вот так-то, ребятки. Все правильно. Сейчас пиздюлей всем раздадим. Рассвета, компания, что-то я там ничего не успел прочитать, и получил достижение. Где это я? Действительно, где это мы оказываемся? 2557 год, 4 года спустя после событий на Ореоле. Что там произошло, ребятки, я понятия не имею. В предыдущей части я не играл. Ну, я вижу обломки космического корабля. Походу, нас подстрелили. И мы где-то летаем в невесомости. А что, блядь, я реально здесь? Ну, нам надо как-то спасаться. Наверняка в таком огромном корабле есть какие-то капсулы. Мэйдэй, Мэйдэй говорит какой-то хер. Вперед к рассвету. Запрашиваем немедленную эвакуацию. На борту есть выживший. Код приоритета. Виктор 053 Сиера 0117. Ну, алло, алло, я требую спасения. Я вообще-то Джон. Я мастер-чиф. Мне кто-нибудь спасать собирается? Кто это? Хоть бы, блядь, прикрылась. Стоит, трясёт. Ну, это не человек, правильно? Это какая-то голография. Там вон по ней ток какой-то ползает. Это явно не человек. Но кто это? Ага, походу нас пытаются воскресить. Или активировать. Проснись, Чиф. Ага, я, получается, просто был заморожен. Ты нужен мне? Креосон, или как там эта херня называется? Ну, допустим. Пробуждение. Чиф, полегче. Ты довольно долго спал. Где мы? Мы всё ещё на заре. Почему ты меня разбудила? Подожди. Включаю твои системы. Пока ты спал, я изменила прошивку твоего костюма. Ты тут не скучала. Активирую гравитационные системы, частично восстановление системы, запуск системы диагностики. Чиф, смотри. Тебе нужно потянуть за рычаг. Где? Держите Е, чтобы активировать... А, вот этот, блядь, рычаг. Как в старые добрые времена. Готовы вернуться к работе? Я уже думал, а ты не спросишь. Приборы фиксируют вторжение на нескольких палубах. Надо подняться на смотровую палубу четырьмя этажами выше и узнать, кто проник на корабль. Окей. Мало того, что, ребят, нас подстрелили, ещё и мародёры проникли на корабль. Хорошо, сейчас мы осмотримся. Так, ну пушечка ничем, в принципе, не отличается от той, которую я видел в части рич. Да, и всё та же херня. Я почему-то не могу стрелять из прицеливания. Может быть, я не в прицел вхожу, хуй его знает. Куда мне нужно идти? В принципе, как долго я был в отключке? Четыре года, семь месяцев и десять дней. Ну, заебись, поспал. Выспался, наверное, на всю жизнь. Ещё лет на двадцать вперёд. Что такое? Кто? Где? Что это такое? На сенсорах высокой активности совпадений в базе не обнаружено. Мы далеко от смотровой палубы? Она прямо над нами. Да, прямо над нами. Может, было бы проще, там, я не знаю, по вентиляции забраться, если таковая вообще есть. Двери лифта будто запечатаны. Удерживайте Е, чтобы открыть. Хорошо, держу. Нажимайте Е, чтобы открыть дверь. Хорошо, жмякаем. Некоторые места могли потерять давление. Вот так, женщины, всё в порядке. Используйте ВСД, чтобы забраться. Окей, карабкаемся. Так, чё за? Ой, 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 ой. У нас тут ещё всякое говно валится. Не думала, что корабль в таком плохом состоянии. Слушайте, классно сделано, когда мы не можем двигаться вперёд, то есть что-то отсутствует. Чиф поворачивается в ту сторону, куда, собственно, нам и надо. Это очень здорово. Так, спокойно. Нажмите Q, чтобы убить элита. Я думал, у нас перемирие с элитами. За четыре года многое могло измениться. Но, думаю, он не один. Нужно быть осторожным. Ну да, действительно, вряд ли бы он один начал лутать целый корабль. Так, вижу, вижу противников. Ну-ка, можно здесь по стелсу? Устраните вражеские силы ковенантов, текущая цель. Окей. Ребята, кто шарит в ковенантовском языке? Что он говорит? Потому что здесь даже субтитров нет. Может быть, они хотят со мной подружиться, а я их тут пришел убивать. То есть, скрытых атак здесь никаких нет. Ладно, давайте мы ему в задницу... Ага, не получилось. Ну, я пытался. Вы сами все видели. Я пытался пройти по стелсу. Окей, расстреливаем в таком случае всю вот эту вот мелочь. Так вот, собственно... Что-то... А, можно было подобрать их оружие. Почему, собственно, я сказал, что это какие-то ублюдские и довольно смешные монстры? Ну что? Ну что это за ковенанты? Что это, блядь, за треугольники? Ну, по крайней мере, в прошлой части, в которой играл, там прям явные были треугольники. Но это просто какие-то козявки. Что это, блядь, за раса такая? Что-то посолиднее не могли разве придумать? Открой щиты, чтобы могли увидеть, с кем мы имеем дело. Ну, как бы вот с кем. С мелочью инопланетной мы имеем дело. А почему я не могу на шифт бегать? А, у меня, по-моему, не подобрана какая-то херня, которая меня может ускорять. Поэтому у меня только вот такой обычный бег. У меня имеется. Окей. Хорошая новость в том, что их форма не похожа на обычную военную. Может, это просто спасательный корабль? Где? Ага, вижу. А может быть, мы столкнулись с флотом ковенантов в полном составе? Может быть, это адмиральский какой-нибудь корабль? Здорово, пацаны. Ну, как вариант. Нас атакует десантный корабль. Это они, да? Еба, подкрепление. Устраните вражеские силы. Устраняю. Устраняю, что есть сил. Блядь, 200 патронов осталось. Интересно, хватит или нет. Ну, в любом случае, здесь ковенантовского говна нападало очень много, поэтому оружие у меня будет. Так, здоровяка ему минусанули. Заходим с фланга. По тактике надо работать. Присели. Все. Скрылись из виду. И добиваем остатки. Вот и все. Слушайте, сколько здесь много контрольных точек. Нужно смываться с этого корабля. У нас тут проблемы посерьезнее. По курсу перехвата замечен крейсер. Двигайся к лифту. Окей, где лифт, я знаю. Разве на сенсорах не отображается, что наша система вооружения активна? Да, но поскольку корабль бомбили, у нас нет доступа к системе вооружения. Придется запускать их вручную. Ну да. Как обычно, не все так просто. Нам нужно найти управление ракетой. Что попало? Ой, 43 патрона. Что-то я поторопился и в лифт ломанулся. Надо было сначала залутать какую-нибудь куху там взять. Здесь спокойно. Следов ковенантов не обнаружено. А нет, вот это, блядь. Так, что это за хуйня там в меня полетело? Плазменный гранат, что ли, решил в меня кинуть? Допустим, я сейчас, наверное, поменяю оружие. Потому что мне не с чего уже убивать. Ой, здесь процентов. Интересно, я могу как-то заряжать, нет? Ну, со временем проценты не восстанавливаются. Поэтому это не какой-то там перегрев. Что такое? Такое ощущение, как будто сзади кто-то шарится. Ну вот, смотрите, вот этот здоровяк был точно с такой же пушкой. Вот она. То есть я подхожу. Угу. И заряд, получается, у меня не увеличивается. Я могу всего лишь поменять. Ну, хорошо. Если они не поднимут их, то ракета станет для них большим сюрпризом. Окей. Ну, давай, а что, правильно? Тут какие-то останки корабля в вакууме витают. Естественно, как он может дать сдачу? Они даже не подозревают, что их такой сюрприз ждет. Отлично. Мне нравится, что у ковенантского оружия нет перезарядки. Ты просто нажимаешь и лупишь. Прям вообще здорово. Я надеюсь, что я иду правильно. Эти ковенанты больше преданы делу, чем те, с которыми мы имели дело ранее. Ну так ебать, столько времени прошло. Почти пять лет. Что такое? У меня рука устала держать эту пушку или что? Ух ты, сука. Все, пизда, у меня кончилось оружие. Окей. Давайте возьмем вот этот пеколь. Ой-ой-ой, нет-нет-нет. Это прям вообще какое-то говнецо. Мне вот этими одиночными выстрелами его прям вообще не надо. А, я понял, пуха перегревается. Что такое? У меня еще и хп нет. А что так жестко-то? Я уровень сложности вроде как обычный взял. Боеприпасы закончились. Нажмите один, чтобы использовать штурмовую винтовку. Ну нет, патронов нет, но... Хотя бы последнего. Окей, мы добили. Итак. Берем на два или на что? Подождите, я на что? Ага, все понял. Мне нужна винтовочка. Так, здесь что? Здесь одиннадцать. Восемьдесят восемь процентов. Отлично. Это то, что мне нужно. Куда идти? Что-то женщина куда-то пропала. Далеко еще до ракет? Почти пришли. А вот и женщина объявилась. Ну, как говорится, только вспомнишь его. Вот она и появилась. Сука, щитовики. Это прям вообще такая мерзота отвратная. Я просто вспомнил прием, когда я играл в прошлую часть в Рич. Здесь ближняя атака, это прям вообще имба. Она убивает вообще все, что видит. Поэтому я подумал, может быть, мне это как-то поможет. Но нет. Щит я, к сожалению, не пробил. Оп-оп, приседаем, приседаем, прыгаем, мансим, делаем вообще все по красоте. Но один хуй в меня попадает. Слушайте, их что-то дохера. Может быть, мне стоит все-таки бросить грену. Вот так, например. И вот так. Ебать, он не умер. Эта тварь после гранаты не собиралась вообще даже умирать. Да и нахуй. Ну, в принципе, этих щитовиков можно и так спокойно расстреливать. Главное попадать в ту маленькую часть, откуда у них торчит рука. Они будут в панике, они не поймут, что с ними произошло, и опустят щит. Так, здесь, да, я видел еще какую-то пушечку. Что это? Так, ну-ка, 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 ну-ка. Это уже с перезарядочкой, это штука новенькая. Я такое не видел, не знаю. Мне почему-то кажется, что это что-то вроде гранатомета будет. Так, мне не сюда. Сейчас испробуем. На самом первом же монстре. Аварийная пусковая станция расположена слева от воздушного шлюза. Тебе придется включить систему запуска. Картана. Ничего страшного, просто попади на пусковую станцию. Винтовка. А почему бы и нет? Всему свое время, женщина. Подожди, сейчас будет перестрелка, по всей видимости. У меня есть... Да, у меня есть профессиональная винтовка. Ой. Я не того хотел подстрелить, убил другого. Ну ладно. В любом случае, мне бы пришлось его убивать. Спокойно. Ага. Мне эту винтовку, видимо, дали, чтобы я отстреливал снайперов. Ну, какая нам нахуй разница. Столько патронов я могу убить всех. Я могу себе это позволить. Окей. Чиф, ты должен найти панель управления ракетами. Да я ее, блядь, уже нашел. Мне добраться до туда надо. Видишь, меня тут преследуют. Карапузы, блядь, инопланетные. Надо здоровяков отстреливать, они какие-то слишком жесткие. Всю эту мелочь, в принципе, можно просто напугать. Я думаю, что у них нервная система довольно слабая. Я просто на них накричу, и они убегут от меня. А вот здоровяки, блядь, они еще с какой-то броней. Короче, в пизду, ребят. Я понял, что их не убить. Либо эта пушка очень слаба. А как мне туда попасть? Мне кто-нибудь вообще скажет. Я думал, что здесь законы гравитации не писаны. Я, если подпрыгну, то улечу куда-то далеко и надолго. Но нет. Что-то прыжки здесь не набудут. Хорошо, тогда я сейчас, наверное, попробую как-то вот здесь обойти и зайти по тропинке. Интересно, а как гранаты летают? Давайте попробуем. Оп. Где-то она ебнула. Хорошо. Это можно открыть? Интересный саркофаг. Я думал, там есть какой-то лун. Да подождите вы, блядь, стреляйте. Можно подобрать карабин... Что? Кто? Я не понял, откуда это сейчас было. Можно было подобрать карабин ковенантов, но что-то я не стал рисковать. Там пусковая станция, вижу. Начало запуска. Перезаряжаемся, потому что мало ли. Может быть, нам придется сейчас оборону держать. Взрывозащитную дверь заклинило. Спусти с туда, блядь. Ну все, не слава богу. Окей, в таком случае сейчас я, наверное, вот эту вот пушку поменяю. Потому что здесь дистанции большие. Хотя, смотрите, она неплохо показывается и на дальней дистанции. Ладно, патроны кончились, поэтому возьмем ковенантский ствол. О-о-о! Не-не-не-не-не-не. Зря я, походу, взял эту пуху. Это вообще говно бесполезное. Оно не убивает. А вот эта пуха ваншотит. Или подождите. Нет, она тоже ваншотит. Только мелочь. Да, сука, ты сдохнешь сегодня или нет, блядь? Ну, будем считать, что я его убил. Так, что, куда мне идти-то? Вижу цель. Вижу цель, иду к ней. Грена полетела. Вот, сука, кто по мне, блядь, все это время стрелял. Спрятался там незаметный. Окей. Ничего-ничего, сука. У меня еще патроны есть. На тебя-то уж точно хватит. Ну вот и все, раскидали. Классно, патроны сами подбираются. Удерживаете Е, удерживаю. Получилось! Возвращайся! То есть, с помощью этой ракеты мы сейчас уничтожим корабль. Да, то есть, мы показали, что все-таки спартанцы еще на этом корабле есть. И сюда лучше не вторгаться. Чиф? Да, это я. За нами следили нековенанты. Ну, что теперь? Теперь можно волноваться из-за огромной металлической планеты. Она затягивает в гравитационный колодец. Доберитесь до спасательной капсулы. Так вот, я, собственно, с этого-то и начал. Нам нужно торопиться. А где ближайшая аварийная капсула? В кормовой части корабля. Я ищу ближайший воздушный шлюз вперед. Я, собственно, с этого и начал вообще игру, что нам нужно попасть на спасательную капсулу. За кем хером вообще здесь взрывали корабли, убивали ни в чем не повинных ковенантов? Да ёб твою мать. Когда нам нужно было просто всего лишь спастись. Кто это? Это бочка? Целостность корабля 30%. Блять, плохие новости. Герметизация происходит. Так, граната, 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 граната в руках. Хорошо. Пушечку я возьму ковенанскую. Тихо, не убейте меня! Пожалуйста, немедленно пройдите... Блять, уже целостность 25%. Все гравигенераторы вышли из строя, остался только один. Просто указывай мне путь к машине, женщина. Ну, действительно. Вижу цель, ага. Блять, всё палится, всё разваливается. Уже 15% осталось. Ну, я думаю, мы успеем. Мы почти на месте. Давайте мы его прикончим, чтобы парень не мучился. Чих! Ну, всё пизда, ребят, полная разгерметизация. Так, мы же спартанцы. У нас ведь там суперкостюмы. Почему в этот суперкостюм нельзя было встроить маленькую капсулу? Мы попали в гравитационный колодец. О, чёрт! Ты видишь спасательные капсулы? Нет! Ну, серьёзно, приделать нам к заднице какой-нибудь маленький реактивный двигатель и всё. И вот, пожалуйста, наш костюм, это наша капсула. Вот так вот началось... Началась Halo 4. Я приземлился, получается. Да, посадка была не мягкая, но... Всё же. И нахера спрашивается, нам нужна была капсула? Ну, может быть, мы планировали на капсуле куда-то в другое место полететь? А не сюда. Слушайте, классный костюм. Где мы? Сверяйся с координатами. Мы отняли у вас семью, ваше детство, ваше будущее. Кортана? Прости, это из-за удара. Всё хорошо. Что-то было не так ещё до того, как мы покинули корабль. Чиф, правда, всё хорошо. Кортана. Меня запустили восемь лет назад. Восемь лет? Срок эксплуатации искусственного интеллекта семь лет, Чиф. Хелси! Чиф, надо найти Хелси. Чиф, пожалуйста. Она создала тебя. Она сможет всё исправить. Ничто не спасёт меня от безумия, Чиф. Если мы вернёмся на землю и найдём Хелси, она тебя исправит. Не обещай девушке невозможного. Нам нужно уходить. Не похоже, что у Ковенанта дела обстоят лучше, чем у нас. Сколько кораблей прошло через крышу? Много. А что? Нам всё ещё нужно добраться домой. Прекрасная цель, текущая цель найти дорогу домой. Так мы ж вообще, получается, хер пойми на какой планете. Или мы на своей планете всё-таки оказались. А наш дом, наша база где-то недалеко. Ну, будем надеяться на это. Мне не нравятся вот эти вот зелёные коробки, блядь. Контейнера, я их могу открывать? Такое ощущение, что там лежит царский лук. Но мне он почему-то недоступен. И почему мне поменяли оружие? У меня была Ковенанская винтовка. Вот, я пистолет могу поменять? Отлично. О, вот это другое дело, вот это мне нравится. Раненый Ковенант. Сейчас мы его допросим. Сука, где мой дом? Я хотел так поступить милосердно и пристрелить его, но он сдох сам. Так, у нас карты нет. На радаре местность как-то особо не отображается. Поэтому хер его знает вообще, куда я иду. Я просто иду, что-то подбираю. Две гранатки взял. Отлично. И ищу выход. Ищу путь домой. Ну вот какая-то тропа имеется у нас. Видимо, мне сюда. Да. Давайте автоматику возьмём. Всё-таки здесь дистанция маленькая. Маленькая. Мало ли кто нас может поджидать. Я улавливаю какой-то слабый сигнал. Ковенанты? Не думаю. Это другой сигнал. Попробую отследить его местоположение. Ну ты уж постарайся. Ой, блять. Я на F случайно нажал. Я просто привык в инди-хоррорах, что у нас на F фонарик. Поэтому я хотел немножечко себе осветить путь. Но бросил гранату. Такое бывает. Подождите. А это вообще кто? Это чья база? Это не ковенанты. Ну, я так понимаю. И это не наша база тоже. А кто это? Это вообще законно, блять? Куда мне тут пролезть-то? А! Господи. Мне надо было налево идти. Ну, ребят. Ну я ж налево не хожу, господи. Только прямо либо направо. Вот я и пошел, как обычно хожу. Есть транспорт. Классно. Сейчас мы, наверное, на нем покатаемся. Путь-то не близкий. Ага. Размечтался. Вепри и даже целые. Приятно видеть, что тебе все еще везет. Ага. А вот это получается не... А, ну да, действительно. Тот вепрь был без колес. Я что-то даже не заметил. Вот другое дело. Так. Здесь мы, наверное, будем точно так же управлять мышкой. Да. Очень, конечно, уебищно. Но привыкнуть можно. Господи, сколько здесь сохранений, сколько здесь загрузок и контрольных точек. Игра прям балует нас. Спокойно. Интересно, она встанет на колеса или нет? Я приехал? Или я все-таки могу еще дальше немножко порулить, погазовать, подрифовать? Окей, едем. А вон еще один вепривалялся. Так сказать, запасной. Если какой-нибудь рукожопа вроде меня будет так же ехать и ухайдокает машину, то будет еще одна. Чтоб пешком столько не пилить. Все продумано, слушайте. А можно мне в кого-нибудь пострелять-то? Я как бы уже наездился. С таким-то управлением. Чиф, я снова улавливаю этот сигнал. Но сейчас он гораздо сильнее. Думаешь, что-то не так? Не знаю. Собой интересно. Он весьма странный. А что за сигнал-то она улавливает? Ну, это ковенанты, опять же. Противники. Да вижу, я вижу. Ну, здесь херово, что я не могу управлять пулеметом, потому что это, естественно, не турель. Мне нужно за него садиться самому. И как бы я лучше просто продолжу путь. Окей, понял. Туда я проехать не могу. Подождите, а я, по-моему, вообще никуда не могу проехать. Меня тут въебывают со всех сторон. Окей, хорошо. Давайте тогда выйдем. Не надо, не надо, не надо. Ребят, не надо. Суки поганые. Там где-то там винтовка у меня была. Блять, а это инопланетная хуита, оказывается, тоже автомат. Контрольная точка, значит, я все правильно сделал. Мы приехали. Надо что-то здесь делать. Ну, что нужно? Наверное, всех расстрелять. Что можно еще делать в шутерах? А может быть, я могу дальше пройти, только там надо перепрыгнуть? Ну да, там что-то вроде ворот. Ну-ка, блять. Близи, нахуй отсюда. Да, на АКУ, я помню, можно это снять. О, да. Вот и другое дело. Нахуй отсюда пошел. Попробуем за... Попробуем зайти сюда. Здравствуйте. Ну, прыжки у меня высокие. Да, получается, все так оно и есть. Можно здесь взять пушки? Нет, они мне не интересны. Меня полностью устраивает вот этот пулемет. Это прям имба. Хорошо, что я запомнил управление из Хейла Рич, когда играл. Потому что сейчас вот я играю в четвертую часть, и... Если мы хотим угнать корабль Ковенатра, сначала нужно найти зону посадки. Ну, сейчас найдем, не переживай. Потому что я вот сейчас играю в Хейла 4, и никаких абсолютно подсказок нет. Что нужно нажимать, когда, зачем. Единственное, вылазит только кнопка Е. Ну, блядь, ну это, по-моему, всем очевидно. А вот то, что можно было снять пулемет на Ку... Мне это не сказала игра. Так, разбиваем вот этих, блядь, пацанов с щитом. Потом расстреливаем мелочь, чтобы она нам не мешалась. И теперь вот эту вот чепушилу надо. Как-то размансить, обмануть его. На нахуй. Хе-хе. Хорошо, подбираем обратно пулеметик. Блядь, у меня патроны кончились, я вас понял. Блядь, тут за патронами надо слететь, и это прям вообще какой-то кошмар. Интересно, она... Меня убили на обычном уровне сложности? Как такое вообще возможно? Вы чё? Ребятки, вы чё с ума сошли, что ли, а? Ну окей, в таком случае я сейчас расстреливаю весь боезапас этого пулемета. Скидываю его, чтобы он мне не мешался. И потом мы уже начинаем разбираться с оружием, что у меня есть, и сколько там патронов. Так, отлично, того убрали. Ну и всё. Да, можно скинуть здесь один... Один процент мне это... Оооо, хорошо. Кто это так для меня тут приготовил? Ну всё, отлично. Когда я, получается, сейчас просто вот этот ствол на что-нибудь поменяю... Блядь, игломёт это, короче, херня вообще, она мне не нравится. Плазменный пистолет. Плазменный пистолет можно заряжать, да... Ой, хорошо, ой, как хорошо. Ну пусть будет, ладно. В любом случае я сначала с этим автоматиком побегаю. А там, может быть, даже где-то и винтовочку найдём. Меня опять убивают. Вот эти чуваки с щитами, это прям вообще какая-то имба. Они сами по себе-то дрящи и умирают с одного удара. Но щит, он столько урона впитывает. Ладно, пойдём справа. Ну во, ну что это, ну хер вообще его завалишь. Хорошо. В каком-то веке граната нормально залетела. Что-то, блядь. В конвульсиях бьёшься, не сдох ещё, что ли? Мне срочно нужно найти... Срочно нужно найти ускорение. Я хочу бегать быстро на шифте. Со шиф... Со шиф... Со шифтом я бы мог просто быстро подбегать к чуваку и давать ему оплевуху. Что-то, блядь, тут квакаешь. А куда мне надо заходить-то? Вовнутрь? Так тут, блядь, всё закрыто. Ничего не понял. Двери не открываются, но это и понятно. Меня не ждут. Если к вам, ребят, кто-то придёт вас пиздить, вы что, будете дверь открывать? Естественно, нет. Газовая винтовка? Хорошо, тогда я сейчас вот этот пистолет обоссанный... Ого, хорошо. Ну да, мне надо наверх идти, получается. Аккуратно. Почему пишут винтовка, а она стреляет автоматом? Ну что за долбоебизм-то, блядь? Я понадеялся, главное, думаю, винтовка, ну сейчас снайперскими выстрелами я буду тут хоть что-то раздавать. А хер там. И нас опять убили. Ну ладно. Что-то в этой части я умираю слишком часто. Фуя себе. Первая серия только-только идёт, а мне уже ёбнули два раза. Так не пойдёт. Дайте мне кавенанский автомат. Всяко это лучше, чем пистолет. Ты сдохнешь, сука, или нет? А чё он так ваншотит-то жёстко? Хуя себе, блядь, имба. Мало того, что у него щит, так он меня ещё убивает с одного удара. Хуй ты кусок. Ну ладно, я тогда буду вообще в крысу играть. Я не буду рашить, вот так вот буду сидеть и отстреливать их. Всё, идите нахуй. Я тебя понял. Искусственный интеллект в этой игре не такой тупой, к которому я привык. Он здесь умён. Умён и хитёр. Ну, как бы там ни было. Мы его сейчас всё равно развалим. Так, он идёт. Я всаживаю обойму. Я всаживаю обойму, и он умирает. Проще некуда. Вот и всё. Элит потерял камуфляж. Посмотрим-ка на что. Не надо ни на что смотреть. Так, подождите, мне нужно поменять. Мне нужно поменять эту пуху. Пока не на что. Ладно, берём кавинанское говно. Откройте, я пришёл... А, вон вижу цель. Энергетический меч. Да? Хорошо. Секундочку. Вот. Будет у нас автоматик, и у нас будет... Классно. А что, куда мне нужно ещё? Что я ещё не взял? Активный камуфляж. Нажмите левый щит, чтобы активировать возможность брони. То есть я, получается, могу уходить в инвиз... И убивать. И проходить по стелсу. Хорошо. Типа они меня примут за своего, что ли? Опять этот призрачный сигнал. В этот раз я что-то слышал. Ну, то, что ты слышал, это, конечно, замечательно. Хотелось бы ещё и увидеть. Стражи! Я уже заждалась. Так, и что у нас сейчас тут попрыгушки какие-то начнутся? Что мне делать-то надо? Брать, какие-то стены тут появились. Ну, я, пожалуй, спущусь и... Пойду дальше. А что, мне больше ничего не остаётся делать? Песнопения какие-то тут начались. Может, меня таким образом встречают? Смотри, Чиф! Сзади есть пульт. Вижу. Я к нему и двигаюсь. А почему эти стражи просто в воздухе повисли и как бы... Так, секунду, а здесь трупы? Что здесь происходит? Очень интересно и непонятно. Это локализованный картограф. Хм, ладно, принадлежит охраняемому миру предтечи, именуемой Реквиемом. Реквием? Теперь хоть знаем, где мы. Давай-ка попробуем узнать, что ищут ковенанты. Что произошло? Не знаю. Включилась блокировка. Я засекла колебания энергии в нескольких местах. Направлю ее в твою броню. Надеюсь, мы найдем способ опять включить картограф. Ну окей, давайте попробуем. Нам нужно что-то активировать, где-то что-то дернуть. И я надеюсь, что там есть ковенанты, потому что... Клинок-то я еще не испробовал, хотелось бы. Ну он ваншотит, это мы знаем уже точно. Причем он... Спокойно, в инвиз зашли. Причем он ваншотит спартанца, то есть меня. Этот клинок пробивает броню. Вот так легко и просто. Что происходит? Все в порядке. Это энергия сигнает электрическое информационное поле. Твоя броня реагирует на энергию в зале. Это поможет включить картограф? Частично. Так, ребятки, все. Спокойно. Ковенанты появились. Сейчас будем их вырезать. Все, входим в инвиз. Ага, хуй меня забрали инвиз. А нет, есть. Тихо, 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 здоровяк. Сука такая, блять. Подожди, подожди. Ты от меня нахуй не убежишь. Я тебя сейчас... Я мансую. Да как я его должен с клинка-то убивать? Ну вот. Он, конечно, убивается, но это полное дерьмо. Это ж надо к нему вплотную подойти. А я бегать не могу. Не-не-не. Подождите. Да подожди ты под руку тут пиздишь. Второй терминал. Помню я про него. Мне дали абсолютно бесполезный клинок, которым я нихера не могу никого убить. Ну все, они мне спалили и начинают стрелять. Я, блять, пока до них дойду, меня разъебу. Нет. Это нам не подходит, ребят. А вот винтовочка, это другое дело. Да. Так оно как-то, знаете, привычнее. Причем здесь инвиз, он работает только, когда я стою на месте. Нахуй мне такой нужен? Так, суки, там с тыла уже заходят. Квакают, блять, за спиной. Ну ничего, я активировать успею. Может, после активации даже что-то произойдет. Ой, взрыв. И разнесет здесь все. Кидрень и фене. Ага, мне сейчас лучше, кстати, не высовываться, потому что у меня брони-то нет. Во, восстановилась. Да. Мэйдэй, мэйдэй, мэйдэй. Нам нужна помощь. Помогите, кто чем может. Люди добрые. Алло, алло. Ладно, пусть она там пока связывается, я буду обороняться. Картограф уже должен работать. Теперь можем отследить местоположение корабля. Ну, давай попробуем. Тихо, тихо, тихо. Ты что, блять, красноглазый? Снайпер заделывался, что ли? Нельзя подпустить ковенатов картографа. Ну, ты, блять, видишь, я пытаюсь. Я пытаюсь изо всех сил. Я даже гранаты кидаю. Правда, не особо у меня получается... Грены закидывать. Баню уже здесь вплотную подкрались. Окей, отходим. Все, пизда, ребят, нам нужно пушку менять. Нам нужно ее менять, находить. Во! Вот это то, что мне надо. Блять, промазал. Хорошечно. Раз. Два, три, четыре. Умирай. Сука, нет бы из запаса. Да дайте мне уже какую-нибудь вообще пукалку. Вообще все равно. Я даже на такую согласен. Ебаный носорог, блять. Да умри, пожалуйста. Я не знаю, как, ребят, вообще эту игру проходят на героическом уровне сложности. Но это прям вообще какая-то дичь. Давайте мы уйдем. Я так понял, что торопиться некуда. И на самом деле с картографом они ни хера не сделают. Поэтому что мне нужно сделать? Мне нужно сейчас их всех перестрелять. И найти новое оружие. Мне нужно клинок поменять. Потому что клинок это полная хуйня. Задохни, пожалуйста, блять. Так, прячемся хорошо. Здесь я вижу пушки. Сейчас мы возьмем что-нибудь интересненькое. Блять, ну пухи, которые имеют патроны, которые нужно перезаряжать, у них есть свой плюс. Я могу подбирать патроны. Поэтому, наверное, вот этот ствол я все-таки оставлю. Это очень удобно. Я буду бегать рядом с трупами и подбирать патроны. А вот это говно я поменяю. Вот. Да, так и сделаем. Все, идеально. Сейчас вот этого здоровяка надо сразу, блять, вырубить. И бани, блять, бронированные. У них гранаты, они еще и в ближнем бою наваливают. Хорошо, все сработало, отлично. Территория зачищена. Кто вообще здесь придумал стеклянные полы? Такие прозрачные. Я все время боюсь, что провалюсь. Такое чувство, что картограф получает сигналы из каждой точки планеты, но не может засечь сигнал бесконечности. Подожди-ка. Вот он. Этого не может быть. Повтори сканирование. Мы прошли только один слой поверхности планеты. Нельзя исключить, что кому-нибудь удалось пробраться глубже. В земле дыра, что ли? Я попробую найти способ попасть в нужные координаты без сверления большой дыры в планете. В конце комплекса находится станция, оттуда мы сможем попасть в ядро планеты. Что? Не знаю. Это твой шанс вернуться на бесконечность. Воспользуемся им. Хорошо. Вот так, ребятки. Вот так. Время найти себе корабль. Ну, я думаю, что мы поищем этот корабль. Что ты знаешь о бесконечности? Мало. Задумывалось построить громадный корабль, но все было только в планах, когда мы покинули планету. На этом все и закончилось. И закончим мы, я думаю, эту серию. Будет, наверное, еще одна. Может быть, я даже пройду эту игру. Здесь есть русский язык, и здесь мне понятен сюжет, что происходят все вот эти вот разговоры, и пока что есть интерес. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. И всем пока.